Девушки отдыхают Победа 9 мая была бы невозможна, если бойцы Красной Армии не рисковали бы жизнью и не совершали героических подвигов, защищая свою страну от врага. Владимир Шишкин – один из таких героев. Останки Владимира Петровича Шишкина нашел подольский поисковый отряд «Память». Боец героически погиб, защищая своей грудью товарищей от вражеской пулеметной очереди. Информация о подвиге Шишкина была найдена в Подольском архиве. И только в прошлом году память героя увековечили. На мемориале погибшего солдата в деревне Тетеренке участники патриотического военно-спортивного клуба «Факел» провели митинг, посвященный Дню Победы над фашистской Германией. В вахте памяти участвовали воспитанники и руководители клуба. Вообще здесь стояла школа сельская. Немцы, когда захватили ее, наши пошли в атаку, чтобы не могли взять этот пулемет. И вот этот рядовой Шишкин грудью закрыл образуру. Мемориал открылся 21 ноября 2015 года, спустя 74 года со смерти солдата. Воспитанники клуба «Факел» принимали участие в церемонии открытия памятника. Ребята высоко ценят героизм бойцов, проявленный во время войны. Если бы победила немецко-фашистская армия, то сейчас были бы другие времена, и мы просто обязаны им всем за то, что они выиграли эту войну. Победа стала реальной только благодаря невероятной самоотдаче и храбрости солдат и офицеров Красной Армии. Многие из них, как, например, Владимир Шишкин, погибли в бою, положили свою жизнь в основу нашего сегодняшнего благополучия. 9 мая – повод вспомнить всех погибших бойцов, которым мы обязаны нашей собственной жизнью. Уже 71 год прошел со дня победы 1945-го. Время летит, а тех, кто может рассказать о страшных днях войны, становится все меньше. Староста деревни Тетеренки. Владимир Федоров был маленьким мальчиком, когда рядом с его домом шли бои. И мы оказались под перекрестным огнем. Со стороны Дмитровки, это два километра, артиллерия бьет по ним, значит, те бьют сюда. Да, а были недолеты, перелеты. И вот в этом доме, в этом доме, паренек, 14-летний, сидел на телеге, прямым попаданием его убило. В Тетеренках с прошлого года два мемориала. Самый первый здесь появился, когда в 54-м году останки погибших солдат стали свозить в общую братскую могилу. В этом году в мемориальном комплексе поставили памятник воинам 312-й стрелковой и 17-й ополченческой дивизии. Деревня дважды оказывалась под перекрестным огнем. В октябре 1812 года здесь сражались с наполеоновской армией. А почти через 130 лет фашистские войска были побеждены в сражении близ Тетеренок. Недалеко от деревни расположено еще одно место ратной славы – мемориальный комплекс в Кузовлево. Его посещение стало конечной точкой клуба «Факел» в путешествии по памятным местам бывшего Подольского района. Больше всего запомнилось, конечно, подвиги героев, памятники. То, что мы приезжаем сюда ежегодно. Раза 3-4 в год мы помним это все. Он прадедушка дошел до Берлина в 45-м. В феврале погиб. Я хочу быть похожим, как он, чтобы не сдаваться и защищать свою родину. 9 мая к братским могилам приносили огромное количество цветов. Это показывает, что память о погибших бойцах хранится в сердцах современников. А осознание жестокого и кровопролитного спектакля войны должно не допустить повторения страшных боевых действий. Кузовлева и Тетеренки – это части поселения Роговская, в историю которого внесены сражения сразу двух великих отечественных войн. Здесь каждый клочок земли пропитан кровью. Кровью наших предков, чьи подвиги мы должны помнить.